Здравствуйте, уважаемые представители Знаков Стрелец! Давайте посмотрим, что вас ожидает в декабре 2017 года. Расклад у меня в этом месяце будет короткий. Слишком много сейчас у меня работы. Делаю любовный гороскоп на год на 2018, плюс общий прогноз по схеме 12 домов гороскопа на 2018 год. Короче, у меня полный завал, так что простите за короткий такой прогноз. Итак, приступим. Первая карта у нас событие в любовной сфере. Выпала карта Мир. Карта говорит о конце одного периода и начале другого. Что это значит? Возможно, кто-то из свободных стрельцов примет решение отказаться от свободного плавания. Ну, по крайней мере, пришло время пересмотра своего отношения к такому положению. Кто-то, может быть, наоборот, примет категоричное «нет» любому любовному союзу. Ну, скажем так, бросит поиски надежды, а наоборот, решит отпустить ситуацию. Не обострять на ней больше внимания. Возможно, даже просто не только уйдет от этой темы, но и займется чем-то другим. Может погрузиться в работу, в хобби, уйдет в творчество. Ну, тут разные варианты могут быть. Не исключено также, что в декабре придет избавление у кого-то от тяжести, внутренней боли от прошлых отношений. Эта тяжесть уйдет, и мир вам покажется, ну, просто изумительно прекрасным. Наполнится новыми красками, эмоциями. Вот, что еще может принести эта карта. Да, еще добавлю, по свободным стрельцам. В декабре вы можете увидеть вокруг себя очень даже заманчивые перспективы для знакомств. И ваше обновление заметит и окружающие, и станут проявлять к вам интерес. И чудо свершится, и вы заметите других, и вас заметят. То есть понимаете, какой переход? И закончится все прошлое, и наступит настоящее и будущее уже в другом совершенно амплуа. Еще этот старший аркан говорит о подведении своего рода итогов, о получении награды за вложенные усилия, о пересмотре каких-то своих взглядов, принципов, связанных именно с отношениями. Очень благоприятная карта. И она всегда несет гармонию, исполнение желаний, обновление отношений и, конечно же, любовь. Главная ваша задача открыться этому счастливому потоку. И все будет хорошо. Я вам этого желаю. И дай Бог, чтобы это так было. Пойдемте дальше. Следующая сфера у нас – работа, бизнес. Выпал туз, чаш. Ой, ну эмоции по этой карте и хлещут просто через край. Похоже, какие-то события вас очень сильно взбудоражат. Может, зарплату добавят или премию пообещают. По этой карте, кстати, не исключено обмывание какого-то дела. Ну, закончили проект, разгребли все свои дела, давно-давно накопившие, может, даже и годами. Ушла ни с чем, проверяющая вас организация. Прошли аттестацию, сдали экзамен, справились с трудным заданием шефа. Или вас посетила, ну, просто гениальная идея. В том числе, кстати, и творческая. В общем, дорогие друзья, удача, успех и радость по этой карте. Выплеск эмоций, обалденное настроение. Вот просто вот, как на крыльях будет носить. Вот пришла еще одна мысль, что, возможно, кому-то весь месяц будет и не до работы. Может, закрутит человек любовный роман с коллегой, и все. Понеслась, родимая, кака уж тут работа. Одна только мысль, сбежать от нее по своим, например, личным делам. Ну, это, конечно, не всех касается, но вполне даже вероятно. Ладно, пойдем с вами дальше. Следующая позиция у нас финансовая сфера. Выпала карта влюбленные. Ну, карта, конечно, двоякая. Она может говорить и о партнерстве, и может говорить о выборе, о принятии какого-то решения. Тут уж у каждого будет свое. Возможно, вы получите финансовую поддержку, или партнер вам подкинет денежек на личные нужды. А может, на семейном совете или один на один будете подбивать итоги и распределять свои денежки. Сколько потратить на подарки, сколько на Новый год, сколько оставить. А кто-то, возможно, на пару с кем-то решит подзаработать к Новому году. И такое может быть. Есть большая вероятность, что кому-то придется принимать важное решение по финансовому вопросу. Или обратиться за помощью к кому-то, чтобы разрулить денежную проблему. Вот что-то в таком ключе и несет эта карта. Далее у нас четвертая позиция. Выпала восьмерка жезлов. Эту позицию я назвала новогодний сюрприз. То есть сюрприз, который привалит вам или в Новый год, или перед Новым годом. Итак, что приготовил вам, уважаемые стрельцы, Новый год? Замечу, что это сюрприз, то бишь неожиданность. Кто-то получит посылку, кто-то получит письмо. Кому-то приедет нежданный гость. Но хороший гость. Свалится вам, как снег на голову. Как говорится, примите, распишитесь. Возможно, по этой карте и приглашение на развлечение. И это развлечение будет непростое, а вот связано больше со скоростью. Ну, например, покататься на лыжах, какие-то гонки. Возможно, стрельба, пейтбол, по-моему, называется. В общем, развлечения, связанные не только со скоростью, а даже где-то и с экстримом. Вот такой сюрприз. А может, кто-то устроит гонки с ветерком. И такое может быть. Вот такой расклад получился у нас, уважаемые стрельцы. Ну, карты приятные. Я желаю вам, пусть у вас сбудется всё-всё-всё, что вы наметите на декабрь. Дай Бог вам подготовиться хорошо к Новому году и материально, и морально встретить хорошо этот Новый год. В общем, счастья вам и любви, и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!